добрый день люди уезжают на моря на острова на зимние каникулы и там бездельничают посмотрите чем можно заняться после того как вы дошли до этого места уже прогулялись ваше сердце заработало вот теперь прокачаем ягодичную мышцу смотрите только когда садитесь чтобы был прямой угол чтобы коленка стояла вертикально и пониже 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 до прямого угла вы прокачиваете как раз именно ту самую ягодичную мышцу девушки я думаю это упражнение оценит по достоинству но и мужчинам тоже сейчас знаете встречают по этому месту меня спрашивают часто как улучшить взрывную силу как улучшить скорость вот он пожалуйста для ног взрыв для ног то есть здесь я просто показывает сам принцип мы прыгаем с большой высоты и перепрыгиваем меньшую высоту понятно что вы сильнее можете поставить выше и дальше то же самое с руками то есть прыжки видите как получается я лечу вниз подъема и нужно резко оторваться если чувствую здоровье перебор еще немножко покачался еще попрыгала дождь им похлопал то есть задача отработать этот самый взрыв пока отдыхайте можно посмотреть как люди красиво катаются на педлборд этим кстати займемся завтра значит дальше если мы качаем пресс хорошо бы сначала поставить на место спину чтобы мы когда закачиваем мышцы чтобы они держали спину в том состоянии когда она каком она должна быть отработали сначала пресс утомили его максимально утомили вот именно такими поддергивание лопаток от земли пресс тоже качается и кстати талия становится тоньше а теперь полежали ножки в уголке как вы помните руки просто можно вместе сложить этого достаточно 5-6 минут полежали у вас все должно встать на место и как только у вас все это встало на место начинаем делать упражнения на пресс на спину на колено на таз вот это упражнение они должны делаться постоянно они держат наш кроссет в норме положение когда ничего уже больше не должно вас соскакивать если чувствуете какой дискомфорт по проверили себя нет ли у вас каких-то зажимов смещений вот именно таким способом нижняя нога прямая верхняя по 90 градусов наложено сверху все вроде все хорошо начал потихонечку дотрагиваться до коленок потом иду к ступням после этого я делаю еще тяжелее то есть ведь по нарастающей получается поднимаю ноги кверху если видели как боксера как-то не качает пресс вот именно то же самое происходит дальше проработали боковые мышцы это не факт что ваша талия будет тоньше но по крайней мере ваш корсет будет более надежной мышцы боковые необходимо также прокачивать всегда визуальная как я сказал это может быть вам не поможет улучшить ваши объемы теперь размялись немножко для нашего любимого упражнения ящерцы походили обратите внимание здесь работает все от рук до спины пресс естественно и ноги и это упражнение прокачивать практически все и развивает им на ту самую способность двигаться range of motion как говорят а здесь я уже работаю на колени то есть я чувствовал допустим у меня колени болели пока я шел или бежал дискомфорт был видите как я вниз спускаюсь я еще прокачиваю мышцы внутренние паховые мышцы у многих людей кто играет футбол баскетбол эти мышцы часто болят при неосторожных движениях эти все мышцы надо прокачивать именно таким способом на песке с горки работает потрясающе но и соответственно ваши колени тоже получают необходимую циркуляцию и идет процесс выздоровления здесь я усилил просто то упражнение которое мы с вами уже делали то есть нашел опору чуть повыше для ног и по отдельности все это прокачиваем отдыхаем буквально чуть-чуть чтобы ваше сердце восстановилось ведь я пошел поплавать народ уже что тут смотрят вдали именно как раз именно между мной и камерой но так вот всегда бывает вот ребята кстати ловит рыбу сетью мексиканские девочка естественно ну как девочка же есть девочка но нашли не нашла другого места кроме как между мной и камерой так значит отдохнули может быть сменили пляж побегали чуть-чуть я думаю минут 20-30 то есть у нас получается такой кроссфит то есть мы прокачались а теперь идет такая кардионагрузка чистая без фанатизма то же самое я всегда рекомендую делать когда вы качаетесь в зале после этого обязательно нужно побегать или поездить на велосипеде то есть нормальная размеренная нагрузка которую называют именно кардионагрузка то есть на выносливость на работу сердца чувство ну без фанатов не обошлось это попало в прямой эфир смешно конечно человек увидел издалека каким-то образом узнал не знаю как мексиканец вот но он смотрел только мои пеликуля то есть фильмы это к спорту не имеет никакого отношения мне это кстати больше всего и радует мексике что меня помнят по фильмам а не по боям потому что от боев пока только одни негативные эмоции в общем ладно человек отошел и вот смотрите упражнения прыжки в сторону на песке очень помогает также закачивать ваши связки боковые как внутренние так и внешние на коленях и опять же мышцы что вы внешние что внутренние паховые ну а дальше вы можете найти себе активность где угодно абсолютно где угодно я например люблю бегать по воде по пояс но максимально насколько могу то есть и дополнительная нагрузка нет нагрузки как я уже говорил на колени на спину здесь совсем другой род много нагрузки ну плавание естественно тоже никто не отменял все это уже воспринимается как другой вид кардио если бегать не хочется плавание то же самое вот в момент отдыха можно вот этими чудесными животными агуте любоваться они тут лазит на каждом шагу но это по крайней мере там где я сейчас нахожусь ну и тут я начало нет за меня джим мы тут решили саппу полез погнали моложе почти со мной одновременно залез на самом это На самом деле, было легко Я сейчас справлюсь И включу его в миллион раз Потому что я лазил под канатом На такую пазоту Не поеду в кольку раз раньше